Всем привет, с вами Доскос, 14 серия бета-цикла по игре Майнкрафт. И прежде чем начать наше приключение, я бы хотел показать, что я сделал перед тем, как снимать эту серию. Небольшие улучшения по дому, еще раз. Ну не только по дому, как вы видите, я... Дошли у меня руки, чтобы участок как-то преобразить. Небольшая клумба. Спуск к воде. Все так очень красиво. Спуск сюда, чтобы было удобно ходить. Подъем к дому. Такая дорожка из дерева. И мостик, чтобы спокойно можно было перейти через эту речку. И так. Ну это только небольшие улучшения. Также здесь лестница, ведущая просто наверх, пока я там ничего не сделал, но планирую. Так, вот. Вот все тот же. Так, меня заколебали факелы, и я решил сделать что-то необычное. И что я сделал необычное? Я сделал потолок из лавы. Да, это круто. Получилось такое освещение. Довольно прикольное. Приглушенное. Полумрак. Вот здесь тоже, видите, лава. Там небольшая комната. Вот. Я заделал. Чтобы не нарушать композиции. Это не все лавовое произведение, которое я сделал. На террасе тоже самое. Ночью это смотрится симпатично. Ну и вдобавок освещает. Очень неплохо тоже. Заняло это много времени. Из пещер надо было натаскать лавы. Я это сделал. Куча ведер ушло. Куча железа, вернее, на ведра. Так. И это еще не все, потому что... Так, давай... Ой, блин. Как всегда. Это еще не все, потому что здесь появилась новая комната. Проход в нее выглядит так. Тоже обошелся без пакелов. И это, так сказать, комната релакса. Для полного релакса только мешает этот звук телепорта долбанный. Так, что вы здесь видите? Здесь видите диванчик. Он очень удобен. Очень удобен диванчик. Здесь вы видите камин. Камин очень крут. Он освещает. И придает обстановку такую уютную. Но что самое прикольное, это абсолютно адовый пол. Адовый пол. 50 блоков вниз. И вы видите... Пламя преисподне. Нет, это не лава. Это такое же пламя, как и здесь. Я вам покажу потом, как это сделать. Давайте спустимся вниз. Да, эта комната отняла у меня очень много времени, чтобы ее сделать. Так, давай спускайся быстрее. Видите, здесь пламя просто нереальное. Ну, это у меня отопление, так сказать. Пол с подогревом. Очень классная вещь. Ну, а здесь проход в пещеру. В мою, которую я сам выкопал. Просто напкнулся на нее. Все очень просто. Каменный потолок, чтобы, не дай бог, не узнав разрушить его. Так. Поднимемся наверх. Я покажу вам, как это сделать. Как сделать пламя. Бесконечное. Опять страшные звуки. Так. Очень медленный человек. Ну, просто нет терпения уже. Видим на улицу. Так, прежде всего, что нужно дерево. Есть ли у меня дерево? Дерево у меня, видимо, нет. Ладно, добудем дерево, не проблема. Пойдем куда-нибудь подальше. Чтобы не портить пейзаж, который здесь присутствует. Не нарушать полную картину. Возможно, у меня есть топор. Да, у меня он есть. Отлично. И так. Нам понадобится необработанное дерево. И понадобится зажигалка. Зажигалка я тоже покажу, как делать, если вы не знаете. Так, берем необработанное дерево. И правой кнопкой мыши кликаем поверху. И вуаля, получается вот такое вот пламя. Упс. Почему-то оно начало распространяться. Ну и пускай будет так. Вот и все. Сейчас огонь прекратится. Но если бы я не трогал. Кусок дерева. Он бы горел вечно. Правда, иногда он тухнет, и приходится ставить другой. Но тот другой уже не тухнет. Горит печка. Так. Сейчас покажу, как делать зажигалочку. Вернемся домой. Так, нужен кусок железа. Нужен кремень. Так, делаем вот так. И получаем зажигалку. Прям зипо. Натуральное. Ладно. 7,5 минут уже прошло. Прошло. Чтоб не быть голословным. Меня попросили сделать железную дорогу. Вниз. Или куда-то там. Не знаю. В общем, я начал какую-то фигню сооружать. Сам не понимаю, что я делаю. Ну да ладно. Начал делать. И это я в скором времени доделаю. Так или иначе. Хотя спуск. Просто так он быстрее. Но это еще не все. От нечего делать. Чтоб пополнить свои запасы железа. Я начал. Рыть. В преизбольном направлении. Вот сюда. Я нашел еще одну пещеру. И сейчас я пожалуй туда залезу. Я нашел там зомби. Быстренько убежал оттуда. Но сейчас я туда вернусь. В полном абонировании. Вот так вот в пещеру. Так. Сюда. Ага. Вот он. Зомби я уже не слышу. К счастью или к сожалению. Так. В обход обкопаем. Так. Вот он вход в пещеру. Черт возьми. Опять долбанное приключение. После которых я скорее всего опять сдохну. Ну да ладно. Раз уже залезли. И что это все что ли? Нет. Ну так не катит. Слушайте. Так уж точно не катит. Я лучше сдохну на с приключениями. Чем. Блин. С одним блоком железа. И вот так вот бесславно. Железо здесь чуть-чуть есть. Но все равно это не интересно. Так. Что здесь у нас? Здесь все же тупичок. Алмазов я не вижу. Ладно. Раз уж такое дело покажу вам вторую пещеру, которую я откопал. Ну вроде бы пещера. Потому что я думал, что это тоже что-то солидное. Так. Это все я откопал. Своими руками здесь была лава. Сейчас найти бы вход туда. Да, вот он. Лаву я методично заливал пару часов. Так. Где-то здесь должно быть то, что я ищу. Где-то здесь водопад. Да, надо было взять с собой ведро с водой. Или просто ведро. Но я этого, конечно, не сделал. Потому что я шел не сюда. Так. 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 Ну иди, 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 иди. Давай. Опять пугающие звуки. Другое дело. Опс. Я слышу скелета. Ну что, потягаемся. Где-то наверху. А может не наверху. Может вообще в другой пещере. Тем не менее, я пьюсь наверх. Это что, опять все? Нет, это не все. Так, давайте дальше. Что за фигня творится? Я почему-то уверен, что здесь есть проход дальше. Знаю, что-то будет подстава просто дичайшая. Так. Ну, ну, е-мое, ну, так же неинтересно. Ладно, добудем, ой, не выкинем, а добудем угля. 13 минут. Не будем добывать весь. Все равно, есть риск не выбраться. Я слышал, все-таки я слышал скелет, он где-то должен быть. Где-то здесь есть еще одна пещера. в той стороне. В той стороне. Сейчас прокопаем. Или в той стороне, не слышу ни черта. Неважно, все равно найдем. Где бы ты ни был, я тебя найду. Так. Ладно, разберемся в этом следующей серии. когда я начну, я уже думаю, что я откопаю его. Всем спасибо, что смотрели 14 серию. Встретимся в 15. Спасибо за субтитры Алексею Грузом. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Грузом.